В России с нового года может заработать единая система оплаты труда медработников. Об этом на встрече в Саратове с профсоюзным активом области сообщил лидер профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников. Поручение сократить разницу в доходах врачей в регионах еще в 2019 году дал президент Владимир Путин. Однако из-за сложности в расчетах и ковида старт пилотного проекта отложен на июль этого года. Смотрите, что получается. У нас заработная плата одного и того же врача, одной и той же специальности в разных субъектах Российской Федерации выглядит совершенно по-разному. Причем она различается не на 10%, не на 20%, она различается в три раза. В конечном итоге мы достучались до президента страны и Владимир Владимирович сделал поручение правительству о том, чтобы разработать единую систему оплаты труда для всей Российской Федерации. В результате мы пришли к выводу о том, что необходимо уменьшить и число выплат компенсационных и стимулирующих. Базовый оплат, естественно, взяли за основу минимальный размер оплаты труда, минимальные ставки базовые, ну и так далее. От него выстроили систему и определили 7 территорий пилотного проекта. И 7 территорий пилотного проекта уже должны были начать воплощать в жизнь, так сказать, попытаться разработку этой системы оплаты труда уже с января месяца. Но из-за того, что бушевал ковид и была диспропорция в работе, многие люди из поликлиники ушли работать в красную зону и так далее. Вот эта диспропорция не позволила нам начать вовремя, скажем, делать этот эксперимент. Сам эксперимент может продлиться 3 месяца. В случае, если новшество приживется, внедрить его в жизнь можно будет много более, считает Анатолий Домов. Председатель профсоюза медиков страны полагает, что выравнивание уровня зарплаты врачей может стать одной из эффективных лет в борьбе с кадровым голодом в здравоохранении. Проблема настолько всеобъемлющая, что, например, какими-то одними мерами профсоюза или кого-то другого ее решить невозможно. Она должна решаться только комплексно, и так она по большому счету и решается. Сказать о том, что они не знают или замалчивают, или закрывают глаза на нее, нельзя. Это абсолютно точно, всем она известна, и все пытаются предпринять различные усилия на разных уровнях. И в первую очередь это были приняты решения о том, что необходимо увеличить прием студентов. И прием студентов увеличен повсеместно. То есть вот у нас огромное число медицинских вузов, и процентов там на 20, наверное, если я могу ошибаться, я как бы не знаю точно, но знаю точно, что он увеличен. Может быть где-то на 20, может быть где-то на 30 процентов в разных, так сказать, медицинских вузах. В том числе и в вашем медицинском вузе, в котором мы сегодня встречались с ректором, точно так же мне было сказано, что два последних года уже увеличен, так сказать, набор студентов. Важно, очень важно. Но эта мера, она перспективная, она даст выход только через 6 лет, потому что у нас обучение 6-летнее. Кроме этого, да, еще же второй вариант, который существует там, например, вариант возврата пенсионеров, которые ушли. Значит, это временная мера, мы прекрасно понимаем, но тоже довольно много пенсионеров ушло. И поэтому Мурашко Михаил Альберч, министр здравоохранения Российской Федерации, приглашал всех пенсионеров вернуться обратно для того, чтобы пополнить ряды и уменьшить этот кадровый голод. Значит, кроме этого, принято решение о том, что после окончания института сразу, значит, люди, если уходят работать в первичное звено, то, значит, они не заканчивают ни ординатуру, ни интернатуру, а сразу уходят работать в звено. Значит, это тоже дополнительный год сокращается, уменьшается. Ну, в общем, вот это вот только самые такие крупные меры. Кроме этого, получается, конечно, есть и меры региональные, есть меры местные и так далее. Среди них это самое главное, это выделение жилья, значит, это за властью субъекта Российской Федерации. Но, кроме этого, также записано, что и власти муниципальные могут оказывать содействие. А вот какое содействие, это вопрос. И многие из муниципальных властей принимают решение именно о том, что они будут поддерживать тоже и выделением жилья, и выделением дополнительных денежных средств на преференции, и, в частности, например, оплата съемного жилья, или же какие-то еще преференции, которые помогут закрепить людей на местах. Когда говорил о кадровом дефиците, я говорил о том, что из-за того, что регионы имеют разные возможности в решении этой проблемы, значит, где-то укомплектованность кадрами лучше, где-то укомплектованность кадрами хуже. И, в основном, она зависит от того, что заработная плата серьезно различается в разных регионах. Труд медицинского работника в нашей стране недооценен, это абсолютно точно. И сейчас, более того, сейчас, когда ковидная ситуация была, то ковидные выплаты, значит, они осуществлялись довольно значительные. И те люди, которые работали в ковидных госпиталях особенно, или в первичном звене, там, где часто встречались с ковид-инфекцией, то там заработная плата довольно серьезная была увеличена у наших работников. И вот сейчас возвращаться с такой высокой заработной платы на ту, которая в настоящий момент существует, это тоже один из факторов риска, который сейчас будет, и мы должны его как-то преодолевать. И здесь в чем это будет? Это чревато тем, что некоторые люди могут просто уйти из профессии. Поэтому это очень сложная и очень многозадачная такая вот программа, которая необходима, чтобы она разрабатывалась. Мы, конечно, как профсоюзы, посильную помощь здесь оказываем. Здесь мы, конечно, не можем никак играть первую скрипку, но, тем не менее, наша задача показывать, нам наша задача рассказывать. Потому что вот я сегодня говорил о том, что, скажем, главный врач всегда неполную правду может сказать министру здравоохранения, потому что ему хочется приукрасить свои реалии. А профсоюз гораздо честнее это скажет. Поэтому мы должны обязательно показывать эти тостеры и углы, которые существуют. И там, где уж совсем критическая ситуация, особенно в сельских территориях, где-то, то тогда, вплоть до того, что мы разрабатываем и собственные программы поддержки в том числе. У нас существовала программа в Саратовской области, так называемая губернаторская, фенчер на скорую помощь. Она подразумевала выплату дополнительной к стипендию по тысяче рублей выпускникам лечебного факультета базовых колледжей наших. И 50 тысяч подъемных в случае устройства на скорую помощь, и три года они должны были отработать там. При поддержке Минздрава и при согласовании с губернатором мы разработали свою программу. Она первая была у нас в 2018 году. Она называлась средний медработник на село. Когда мы предложили выпускникам всех колледжей вообще в Саратовской области поехать на свою малую родину и отработать там в районной больнице всего год, в отличие от губернаторской программы. Мы также доплачивали по тысяче рублей, также 50 тысяч подъемных выплачивали. И по той программе у нас заключили договора, договор 23 выпускника, но что приятно нам, до настоящего времени в районных областях работают 20 человек, остались работать. На следующий год мы сделали другую программу. Так что селись медработник, но они должны были поехать заведовать ФАПами. На то время у нас была очень серьезная проблема. Стояло 108 пустующих ФАПов, некому было работать. Семь человек изъявили желание поехать. Они поехали на тех же самых условиях. И осталось работать 4 человека. В прошлом году, это уже при поддержке нового министра, Олег Николаевич предложил не доплачивать им к стипендии там тысячу рублей, а ежемесячно доплату к заработной плате. Вот у нас 5 человек сейчас работают в районах области, заведуют ФАПами, и мы им ежемесячно доплачиваем по 4200 рублей. А в этом году мы разработали совместную программу с медуниверситетом после обращения главного врача Балаковской районной поликлиники. После объединения у него огромное просто стало лечебное учреждение, которое включает в себя 7 поликлиник. И у него не хватает просто участковых и врачей, и участковых медсестеров, и фельдшеров. Вот он нам предложил эту программу разработать. Мы ее разработали. И предложили только выпускникам медицинского колледжа при медуниверситете. Двое изъявили желание. Там программа очень интересная в том плане, что жильем обеспечивает главный врач. Мы доплачиваем по 5 тысяч к заработной плате ежемесячно. И плюс у них повышенная заработная плата за счет лечебного учреждения. Вот такой небольшой вклад профсоюза в общее дело в ликвидацию кадрового дефицита Саратской области в том числе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...